Большое спасибо, большое спасибо, профессор Новиков, большое спасибо за такое хорошее представление меня. И вчера мы с вами уже очень хорошо провели время, прекрасно поговорили о брахиотерапии и лечении рака перестата. Сегодня я буду говорить о брахиотерапии и об опыте в области лечения рака груди. И еще раз большое спасибо за организацию этого прекрасного, выдающегося конгресса. Я хотел бы начать с... Прежде всего, мы говорим об РМЖ, и это одна из самых важных нозологий во всем мире, потому что очень высокая встречаемость, очень высокая распространенность этого заболевания везде и во всех странах мира. Вы видите цифры на слайде. И затем брахиотерапия в РМЖ также означает, что это очень короткий протокол с ультрафракциями, с хорошими преимуществами, прежде всего, это радиобиология, биологические преимущества, более высокая эффективность, поскольку, если мы сравним с вчерашним нашим обсуждением с раком простаты, здесь у нас гораздо, скажем, более поверхностная опухоль. Более того, мы обсуждали в контексте коронавируса. Даже после пандемии, я полагаю, более короткие протоколы гипофракцинации, ультрагипофракцинации – это то, что для нас будет, тем не менее, обладать определенными преимуществами, найдет свое применение в терапевтических подходах. Также лучшая рентабельность, социоэкологические, экономические преимущества. И также более короткие протоколы означают, что люди гораздо быстрее возвращаются на свои рабочие места и к нормальной жизни, к нормальному функционированию. Так, существует три основных показателя для применения прахиотерапии в РМЖ. Прежде всего, это первичная опухоль. Если мы говорим об ультрагипофракцинации, то мы говорим об ускоренном частичном облучении, либо крайне ускоренном частичном облучении, то есть АПИ или ВАПИ. И, соответственно, если мы говорим о местном рецидиве, то здесь это применение в режиме спасения. И есть и третье показание, но оно не является валидированным. Именно поэтому я его не привожу. Здесь это будет бустерная брахиотерапия у пациентов с высокой группой риска после того, как было применено облучение всей молочной железы. И надо сказать, что здесь у нас не хватает РКИ, и пока что я не привожу это показание на слайде. Я сегодня из соображений времени буду в основном обращать внимание на первое только показание, но при этом, как мы слышали уже сегодня, из-за того, что у нас один из докладчиков не сможет участвовать в нашей сессии, возможно, я вам также покажу несколько слайдов, посвященных второму показанию, то есть местному рецидиву. Я, в принципе, у меня есть подготовленные дополнительные слайды, посвященные этому вопросу. Итак, как и вчера, обсуждая рак простаты, мы должны начать с доказательной базы. И прежде всего, если мы говорим о том, что мы заменяем мастектомию, и профессор Баранези из Милана говорил о частичной резекции, впервые заговорил о частичной резекции, и он ввел это как самую первую концепцию. Это был первый врач, который экспериментировал с этой концепцией во всем мире. И затем следовало облучение всей молочной железы. Как вы видите, здесь есть также два очень важных исторических РКИ. Первое – это миланское исследование, которое проводилось профессором Баранези. И оба этих исследования, и второе тоже исследование Фишера, показали фактически одинаковую общую выживаемость и схожие данные между мастектомией и органосохранной, сохраняющей хирургией, после которой следовало облучение всей молочной железы. И еще одно исследование третьей фазы – это РКИ, которое я привожу здесь на слайде. Это исследование EOTC, европейское исследование, которое включало, в отличие от первых двух, в основном опухоли Т2 и положительные опухоли, Н-позитивные. И здесь вы видите, что они продемонстрировали схожие, очень хорошие результаты, эквивалентность к мастектомии по истечению 20-летнего периода наблюдения. И вы видите, что еще одно исследование, рандомизированное исследование третьей фазы, стало, так скажем, вывело этот подход в стандарт терапии, в стандартный подход еще в конце, в начале 90-х годов. И в пятерых исследованиях был рассмотрен следующий вопрос. Мы знаем прекрасно, что нам нужно пять исследований для того, чтобы сравнить с одевантным режимом, и действительно ли эта терапия настолько хороша. Это было проорализировано в пяти РКИ. Здесь был период наблюдения приблизительно от 6 до 20 лет, и это исследование четко показало, что невозможно обойти одевантную терапию, нельзя упускать одевантную терапию, лучевую терапию, потому что в противном случае риск локального рецидива повышается от 3 до 5, в 3-5 раз. И также из этих РКИ мы вынесли, что риск локального рецидива также может повышаться при частичной мастектомии, и в этом случае нам обязательно нужно быть осторожными. И затем брахиотерапия вышла на передовые позиции, и лучевые терапевты стали больше обращать внимание на эту сторону. Это означает, что да, нам действительно нужно лечить молочную железу, а облучать ее после того, как мы сделали частичную мастектомию, и надо ли нам облучать всю молочную железу или достаточно. В некоторых отдельных случаях, так скажем, сократить объем воздействия, объем облучения до фактически ложи опухоли. После нескольких попыток воплотить эту технику, используя брахиотерапию, пионеры, как вы видите здесь, это КИМК из клиники Оксен из Соединенного Королевства, и также ВИЧИН из Соединенных Штатов. Они разработали критерии отбора пациентов для того, чтобы правильно лечить правильно отобранную популяцию пациентов при помощи частичного облучения. И вы видите, прежде всего сюда входят опухоли Т2 с менее крупными опухолями, меньше 3 см, и не больше 3 лимфатических узлов подмышленных должно быть поражено, и так далее. То есть есть целый список параметров. Эти пионеры Кинговичини, они также основали важные терапевтические режимы, используя брахиотерапию и HDR. Высокодозную или низкодозную лучевую терапию. И это 10 фракций 3 и 4 Грей. Это высокодозная лучевая терапия. Это были первые исторические исследования второй фазы, которые имели ключевое значение, схожее с нашим исследованием второй фазы, которое я показал вам для ракопростата вчера. Вот это очень важные 4 публикации. Если вы хотите почитать литературные источники, то пожалуйста. И затем, после первоначального опыта этих пионеров, еще несколько исследований было запущено, так скажем, многоцентровых и даже международных исследований с достаточно большим количеством пациентов. Но вы видите, что здесь критерии отбора пациентов были фактически такими же, очень схожими с теми РКИ, которые проводили пионеры этой техники. И также тип брахиотерапии, тип режимов высокодозной или низкодозной были очень схожи с первоначальным опытом и с точки зрения фракцинации. Также если я вернусь к предыдущему слайду, то вот вы видите здесь первоначальные РКИ, которые проводили с пионерами. И вы видите, что здесь очень хорошие были исходы. Исходы также хорошие были не только с точки зрения онкологии, с точки зрения косметических просто исходов. И это крайне важная публикация. Если вы хотите почитать литературные источники, то, пожалуйста, и так. На основании этого достаточно большого опыта, это международные исследования, в которых были включены страны Европы и Соединенные Штаты, фактически оно уже проводилось больше 10 лет. Наше общество брахиотерапии, Европейское общество брахиотерапии опубликовало вот зеленый журнал в 2009 году, который четко показывает определение вот этой группы низкого риска, которая лучше всего подходит к подобной терапии, к ускоренному, короткому режиму. Это, прежде всего, возрастная группа старше 40-50 лет. Это единичная опухоль, меньше 3 см, отрицательные хирургические поля и отсутствие вовлечения лимфатических узлов и отсутствие инфильтрации лимфовоскулярной инвазии. И также очень важно сказать, что наша группа создала так называемое определение целевой опухоли. Это, прежде всего, описание или определение цели. Это, прежде всего, опухолевая ложа плюс 2 см. И определение краев резекции. Это гистопатолог. Он должен включить эту информацию во всех... в свои отчеты. И цель была не только идеально сократить, так скажем, дозу облучения на те органы, которые... на близлежащие органы, которые находятся в зоне риска, но снизить фактически до нуля облучение окружающей ткани самой молочной железы, здоровой ткани. Вот это еще два РКИ, которые проводились в Европе. Крайне важны. И абсолютно пионеры, так скажем, это исследования пионеры также, которые исследуют возможности брахиотерапии, в лечении РМЖ. Первое, это достаточно небольшое, которое проводилось в Венгрии и было опубликовано автором Поль Гарт. Было 130 и 128 пациентов. с высокодозной лучевой терапией и сравнивалось с облучением всей молочной железы. Поль Гарт и его авторы, его группа опубликовали в первой публикации результаты наблюдений за 5 лет, во второй публикации за 10. И затем было второе исследование, это было РКИ Европейского института лучевой терапии. Вы видите, что в обоих исследованиях критерии отбора были очень похожи. И что было абсолютно четко понятно, это то, что были включены разные группы. Здесь справа в этой таблице вы видите уровень рецидивов, он был значимо ниже при высокодозных коротких режимах. И при облучении всей молочной железы вы видите, что у нас здесь наблюдаются эквивалентные уровни безрецидивной выживаемости и общей выживаемости. Вот это еще 5 публикаций, которые дают нам возможность включить эту технику в рекомендацию с уровнем доказательной базы первого уровня. Здесь оценивалось, в этом исследовании оценивалось фиброзы и также токсичность кожных покровов. Со стороны кожных покровов вы видите, что фиброз был 0%, и это с достаточно нижней токсичностью. Также во втором исследовании в качестве вторичных конечных точек сделало несколько публикаций, и они оценивали хронический профиль токсичности, также продемонстрировали, что гораздо лучше выглядели кожные покровы по сравнению с облучением всей молочной железы. Это также было подтверждено в третьей публикации в журнале Lancet Oncology в 2018 году. Здесь оценивалось качество жизни и также исходы со слов пациентов. Я полагаю, что это достаточно хорошие данные. Здесь вы также видите имплант с левой молочной железой. Вот достаточно типичная ситуация с параллельными иглами. И здесь вы видите вид на КТ. Опять-таки это распределение дозы облучения. И здесь вы также видите четкое преимущество короткого режима и также применение мультикатетерной брахитерапии, потому что это позволяет нам снизить дозу на эпсилатеральную часть грудной стенки. И если мы сравним это с другими техниками, то эта техника действительно выглядит гораздо лучше с точки зрения токсичности, исходов со стороны пациентов или со слов пациентов. И косметические исходы также гораздо лучше. Это отражается во всех международных руководствах на данный момент. Это ЭБС, это руководство американского общества брахитерапевтов, и британского общества, также АСТРО. Это американское общество, которое также отражается в наших европейских руководствах. И вот это несколько очень важных публикаций, если вы хотите посмотреть на эти руководства и рекомендации самостоятельно. Также я хотел бы несколько слов сказать о альтернативной технике, которая является очень важной. Например, APBI, если мы ее проводим при помощи АМРТ с фракциями 30 ГРЭЙ в течение 5 дней, здесь вы видите рандомизированное исследование. 520 пациентов была выборка, которые были рандомизированы на WBIR, и вторая группа, APBI. Разница между этими техниками и мультикатетерной интерституциальной брахитерапией заключается прежде всего в определении границ. Мы добавили 1 сантиметр к этим границам, по сравнению с CTV, это как раз разница, которая позволила нам увеличить на 4 миллиметра внутрь и псилатеральной части легкого. И если я продемонстрирую это вам, то вы увидите, что мы очень близко находимся к контрлатеральной части легкого и сердца, то вы увидите, что это дает нам определенные преимущества с точки зрения облучения или отсутствия дозы на прелеслежащие здоровые органы. Если мы с вами посмотрим на быстрые электроды, то еще одно исследование третьей фазы было неотрицательным по 3D-конформной лучевой терапии и 3D-конформной радиотерапии вместо МРТ, ее сравнивали с гипофракционной терапией с облучением всей молочной железы, что является стандартным в Европе. И это не было... И здесь оно было... было хуже по качеству из-за хуже косметических результатов, хуже, скажем так, доза облучения. И это первая публикация, и вторая публикация – это наблюдение. Это публикация в Ланцете в 2019 году. Но она показала такой же результат. Таким образом, локальное облучение было таким же, но показатели токсичности и косметические данные были хуже. Соответственно, если вы хотите использовать APBI, то используйте, пожалуйста, МРТ, а не трек-конформной терапии. Следующее исследование – NSABP-B39-RTALK-0413. Это очень большое исследование американское, в котором сравнивалось облучение всей молочной железы с брахиотерапией. Однако, интерковитарной брахиотерапией используем МОМОСАЙД или различные интерковитарные устройства. И они не смогли показать эквивалентность с облучением всей молочной железы относительно, либо и хуже по чистоте локальных рецидивов. Вот видите публикацию в Ланцете в 2019 году. Это Вичини с авторами. Позвольте теперь показать вам будущие перспективы. Здесь мы видим два направления развития – сокращение времени облучения, то есть более конденсированная, более короткая APBI, то есть очень ускоренная APBI. Еще одна интересная публикация была группа NOSA с использованием шести фракций и 36 греями. И, соответственно, буквально две... Прибывание в госпитале буквально двое суток. И Джеми Шейхану Леви из Ниццы, из Франции, и одна фракция на 16 грей. Он использовал очень ускоренное частичное облучение лочевой железы у весьма пожилых пациентов. Так, его результаты были очень хорошими с точки зрения как локального контроля, так и по хорошим косметическим результатам, которые были совершенно адекватны и достаточны. Соответственно, это, собственно, самая важная публикация по ускоренному APBI. И теперь я хотел бы упомянуть еще один новый источник, совершенно новую методику, о которой мы говорили вчера, относительно рака простаты. Это источники ДАРТ. Они разработаны группой исследователей из Университета Тель-Авива. И это одна из многих публикаций с доклиническими данными, которые показывают, что при использовании вот такой бракетерапии с альфаэмиттером, эту тему обсуждали также и вчера, это очень интересная тема, вы можете получить, скажем так, дополнительные эффекты, и это может быть дополнительным эффектом на отдаленные метастазы. И если комбинировать это с противопухольной модуляцией, то этот эффект может быть даже более длительным и более выраженным. И если вы хотите облегком познакомиться с этой работой, в журнале Frontiers in Oncology, это статья, облегком, в июле 2020 года, и с очень хорошим результатом даже в 17 случаев называлось исчезновение удаленных метастазов легких при лечении этих животных в области локальной опухоли с пульсом бракетерапии плюс иммуномодуляция одновременно с этим. То есть это новый подход, который сейчас достаточно широко тестируется в доклинических условиях на разных животных, однако он показывает вот такой, как видите, источник облучения, альфа-терапии, альфа-излучения для бракетерапии, и сейчас уже идут первые исследования на человеке, сотрудничество между Россией и Германией в Обнинском институте. Я хотел бы поблагодарить наших друзей и партнеров за это замечательное исследование. Мы все еще в процессе, работаем над ним, и здесь вы видите первого пациента, которого мы имплантировали в Обнинском институте вместе, собственно источник излучения, то есть Россия и Германия работают вместе, выполняя вот исследования в таких условиях. Большое спасибо за это. Я хотел бы также порекомендовать вам обознакомиться с этой работой по ускоренной частичной лучевой терапии молочной железы посредством бракетерапии, в котором подемонстрируются эти данные, а также данные, касающиеся резервной ПБА и также бустерной терапии. И я также хотел бы показать сейчас, поскольку я думаю, что у меня все-таки еще есть несколько минут. Если нет, то, пожалуйста, скажите мне остановиться. Если я все-таки могу продолжить, я хотел бы показать некие дополнительные слайды касательно резервной, спасительной, если хотите, ПБА, которая, что является очень важным показанием. И я думаю, что сейчас мы получаем результаты эквивалентной мастектомии. Вот здесь мы видим пациентку из моей колейники, пациентке 58 лет. И первая органосохраняющая операция с облачением всей молочной железы по поводу низкого риска при раннем раке, при раннем РМЖ, была проведена в январе-феврале 2020 года. Потом, соответственно, рецидив в молочной железе через очень длительное время, в мае 2015 года, пациентка, кстати, обратилась к нам тогда. Мы провели повторную органосохраняющую операцию и АПБА для спасения железы по той же схеме, которую мы использовали для первичной опухоли. 8 фракций по 4 ГРЭЯ с добавлением тамоксифена. И вы видите, что слева мы видим в оценке очаг БИРАЦ-5, это до начала, соответственно, такой терапии. И после терапии через 6 месяцев и 12 месяцев этот очаг исчез. Отсутствует кожная токсичность и вообще нет токсических проявлений, нет фиброза, некроза, утомляемости, никаких проблем с легкими или с сердцем. И также через 2,5 года мы видим такой же результат. И на данный момент у нас проведут также очень интересные исследования второй фазы, в которых демонстрируются очень хорошие результаты. Я бы хотел, во-первых, упомянуть работу Бенджамина Гуш из Барселоны, из Испании. И в нем были показаны результаты через 10 лет после повторного ПБА с локальным контролем на уровне 89,4% и выживаемостью в 96,7% и очень хорошим косметическим результатом у 90% пациенток и с отсутствием осложнений 3-4 степени или поздних осложнений. Дальше наш хороший друг, как жена Мишеля Хану-Леви, из Ниццы, из Франции. Очень интересная публикация. В журнале Радио-Онкологи он показывает отсутствие удаленных метастазов и низкую частоту рецидивов у 78-86% пациентов. И общая пятилетняя выживаемость составила 92%. И также еще одно очень интересное исследование доктора Кауэр Дорнера из Вианы, из Австрии. Это группа Ричарда Поттера. Опубликовано, опять же, в журнале Электропейер-Онкологи. Было проведено частичное облучение молочной железы вместо мастектомии с второй органосохраняющей операцией. Локальный контроль 93%, выживаемость через 5-7%. Очень незначительная токсичность, очень хороший косметический результат. И также авторы изменяли качество жизни, которое было сравнимым с первичной органосохраняющей. группой с терапией с первичным органосохраняющим вмешательством. И также статья по нашей европейской базе данных, в которой мы сравнивали наши данные по, соответственно, резервную мастектомию с вторичной терапией и по поводу второго ипсилатерального очага. И статья опубликована в журнале Режин-Колоджи полностью. Отсутствовали различия по безрецидивной выживаемости, не было различий по 5-летней общей выживаемости. И также мы получили замечательный уровень контроля за опухолью с совершенно эквивалентным результатом. Так что мы можем здесь прийти к выводу, что ЭПБА является очень хорошей методикой для лечения рецидивов молочной льзы после первого консервативного вмешательства. И второе консервативное вмешательство также может проводиться у таких пациентов. Большое спасибо за Ваше внимание. Я на этом хотел бы остановиться. Продолжение следует...